Пашинский ушел из администрации президента, подал заявление на имя Турчинова. Теперь снова вернется в Раду, ведь мандат предусмотрительно все эти месяцы он не сдавал. Не заметили в парламенте сегодня Александра Ефремова. Вчера его обвиняли в пособничестве террористов, напомню, а подробности интересовались, не сбежит ли он из страны. Вылетел из парламента и один из российских журналистов. Вот кто его пинками провожал, видела Екатерина Лысенко. На площади перед Верховной Радой с самого утра готовятся к завтрашним торжествам. Напротив входа вешают герб. Привели декорации, аппаратуру, красную дорожку, она пока под черной пленкой. Подготовка и внутри парламента, в кулуарах, много техники, готовится и Турчинов сдать пост. С улыбкой говорит о своем последнем рабочем дне. В онлайн режиме продолжаю практически координовать борьбу с терроризмом на сходе края, ну и много других вопросов. Но я сподіваюсь, что завтра уже нововлений президент, очовывавши страну, гидно будет заниматься всеми этими проблемами и развязывать ее. И нардепы надеются вздохнуть облегчением. Будет облегчение и уряду, и парламенту в том, что появился еще один полноценный легитимный орган влады. Но в кулуарах не только праздник, но и скандал. День украинской журналистики. Российского репортера выгнал из парламента Олег Ляшко. Нагоняй получила и охрана. Потери и у регионалов. Из фракции вышли еще два нардепа. Итог – минус 22 депутата за неделю. К слову, лидер фракции Александр Ефремов сегодня здесь так и не появился, несмотря на обещания. Зато в кулуарах загорелый лидер коммунистов Петр Симоненко. Он только что из Барселоны. Но убеждает. Крымский пляж на европейский не менял, а летал на переговоры с семьей на 10 дней. Я за полтора тижня закончил полностью переговоры, которые у меня произошли с левыми партиями Европы. В самом зале работа не кипит. В повестке дня в основном законопроекты в первом чтении лишь один в целом. Об упрощении закупок для Минобороны голосовали снова после уговоров. Прошу всех заквыкать до залу, шановные коллеги, и препятнете гулять в куварах. Приняли со второго раза. Но главное сегодня – отчет правительства. За первые 100 дней работаем. Мы выстояли. Главное – дефолты избежали, говорит Яценюк. Впереди еще борьба с коррупцией, судебная реформа, децентрализация власти, изменения в Конституцию, бюджетный кодекс, объединение страны. Но у депутатов уймало пособ. Главный – куда пошли миллионы, которые люди собирали на армию, и миллиарды из бюджета. Мы только БТР купили почти на 600 миллионов гривен. Я не говорю уже про стрелецкую оружие, про 5 тысяч бронежилетов, которые купила Национальная гвардия. Купили 500 бронежилетов. Какой качестве эти бронежилеты, какого они ступенью захисту. Сьогоди мы слышали только цифры, которые мало про что говорят. Очень мало было времени, чтобы услышать ответы на все вопросы, потому что вопросы очень много, и в экономической среде, и в социальной справедливости.